Жители села Кокрек Савертовского района бьют тревогу. У главной водной артерии, питающей живительной влагой окрестности, появилось ответвление. По словам жителей, села воды здесь и без того не хватает, что ежегодно сказывается на урожайности сельхозугодий селян. Поэтому покушение на свои водные ресурсы жители склонны принимать в штыки. Увидев водоустроительные работы, Кокрековцы заподозрили неладное. Кто прав в водном споре и чья вода важнее, разбирался Абдулла Алиев. Работа здесь кипит. И всё, как ни странно, вроде бы на благо людей. Вопрос только, каких людей? Жители села Кокрек и Муцалаул собрались здесь не просто так, а чтобы выяснить, для чего рядом с трубами, по которым к ним поступает вода, появилось вот это ответвление. Уже второй, третий год мы не можем в достаточном количестве населения пользоваться водой. Так как врезается, идёт врезка, Куруш, вот Бабаюртовская линия. Здесь они сейчас трёхсотку поставили, там, говорят, ещё восемьсотку, пятьсотку хотят увеличить. Нам, население, жители сёл, нехватка воды, кубов не хватает. То есть мы настолько настрадали, что наши огороды, поля, всё высохло. Возмущение жителей этих сёл можно понять. Основными их занятиями являются земледелие и скотоводство. Даже сейчас им не хватает воды для полива сельскохозяйственных угодий. Да и скотину часто нечем поить. А тут ещё вдобавок ко всему появилась труба, которую, как уверяют жители муниципалитета, несанкционированно подсоединили к их водному каналу. Вот в прошлом году урожай вообще сохло всё, огороды, ничего не было. И вот в настоящее время добавляют трубу в какую-то сторону, в Бабайурту или куда-то. И так нам не хватало воды, поливной, и ещё дополнительно соединять какую-то трубу. Вода, если верить местным жителям, может и вправду вскоре начать поступать не в тех объёмах, в каких должна. За удостомжение в этих сёлах отвечает филиал госучреждения Юзбаш-Аксай под ведомственным Министерством мелиорации Республики Дагестан. Как объяснили представители организации, возникшей ситуации нет их вины. Работы ведутся по заказу застройщика из другого ведомства. Надо где-то воду брать. Эту проблему надо решать. Решили почему-то взять с оросительного канала, а оросительный канал это для полива площадей, да, оросительных? Да, да. То есть серхозугодие. Взяли, решили оттуда взять воду и дать населённым пунктам для хозяйственных бытовых ноль. Я понимаю, что хозяйственных бытовых ноль, да, хорошо, людям надо давать воду, но я говорю, почему? За счёт агрария, да, за счёт моих потребителей. Завтра им может действительно вода не хватить. Они там 500-ка трубой врезались и заявляют, что там они какой-нибудь минимальный будут забирать. Они не будут забирать, они максимально около куба воды. А это в пределах 25% от пропускной способности канала. 25% объёма примерно они могут забрать. А это если в 2%, 3%, это можно, несущественно можно. В 25% это очень много. Как уверяют жители Кокрека, они не против, чтобы в других сёлах тоже была вода. Но они не хотят, чтобы это делалось им в ущерб, так как должны учитываться права и интересы всех граждан без исключения. Получается так, что они хотят решить проблему одной части населения за счёт создания проблем другой части населения. Мы не против, чтобы эти населённые пункты полили с водой, ради бога. Но есть вода, вон есть сулак, дальше, ниже. Пожалуйста, можно было оттуда же воду отвезти, там поставить на солнце или оттуда взять воду. Но почему именно было им взять, отсюда взять воду, я не могу понять. Так как этот канал и так не хватает для тех населённых пунктов, которые и тех земель, орошаемых, которые находятся в этом районе. Но это, увы, не единственная проблема этих сёл. Водная артерия, проходящая через село Новая Гадарей и Кокрек, так и не была отремонтирована, несмотря на обещания ответственных за это лиц. Как отмечают жильцы этих сёл, раньше ситуация была намного хуже. Канал был очень загрязнён, но недавно его всё же почистили. Хотя почистили, по их словам, не на 100%. И ощутимых результатов обещанного ремонта, к сожалению, не видно. Я по интернету смотрел, тендер выигран на какое-то определённое предприятие 26 миллионов рублей. Протяжённость канала 23 километра. Вот они взяли деньги, 26 миллионов, и сделали вот это, то, что они сделали, это называется капитальный ремонт. Не косметический ремонт. Мы вот здесь этим возмушены. Вот дерево. Это дерево сейчас через, ну, не полгода, а через три месяца упадёт опять в канаву. Вот это всё, что они вывалили вдоль канала, это всё, каждый дождь, который будет смывать её туда в канаву. Но в организации филиала Юзбаш Аксай уверяет, что выделенных денег не хватало на капитальный ремонт канала. А всё, что было в их силах, они сделали. Обнадёживает, что водная артерия уже включена в специальный государственный проект реконструкции на 2021 год. Они думали, что если ремонт, да, там местами ремонт сделали, они думали, что это всё, здесь всю облицовку менять будут. Нет, это не те деньги. Этот канал, он включен в 21-25 год, у нас есть проект миллиардов развития, да, там в этих рамках он включен, этот канал, на будущее, чтобы больше ремонт сделать. А на эти деньги, эту облицовку, там близко на это, чтобы на эти деньги сделать, поменять. Мы поэтому самые такие-самые такие плохие места заложили туда, чтобы подремонтировать, да, облицовку канала. И очистку, облицовку там, в лесной части, там вообще деревня завалена на дубнице, это нижняя часть, от деревья очистили, вот в виде работы. А так там 10-20 раз больше денег надо, чтобы всё, 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 то, что вот эти вот остались, всё это сделать. А это в рамках реконструкции будет сделано. Отводных проблем к социальным. В муниципалитете всего одна школа. Детям, живущим на окраинах села, приходится преодолевать несколько километров, чтобы добраться до неё. Решить проблему послам жителей может помочь новая школа, которую можно возвести на пустующей территории в 5 гектаров, находящейся близи села. На сегодняшний день мы находились были у главы администрации, сессии в Кокорейске, также были и в администрации. Мы поставили вопрос по поводу возведения, чтобы этот земельный участок, какой-то определенный участок нам выделили подстанную нужную. Нам они примерно обозначили территорию, так сказать, примерно 5-5 гектаров земли. Это уже продолжается более года. Вот буквально неделю-то мы опять собирались, обсуждали. Но нам говорят постоянно, что мы подождите завтра, позавтра. Жители села Кокрек не теряют надежды, что на их проблемы обратят внимание и решат их по возможности в кратчайшие сроки. Жить благополучии желают все. И эти люди – не исключение.